Привет всем! Выжившим после новогодних праздников! Меня зовут Настя Паршухин, и это все так же ваше любимое шоу «Медиан Старс». С наступлением Нового года все более стильное, яркое и вкусное! Надеюсь, вы следовали всем нашим предновогодним рекомендациям. В чем встречать, как встречать, с кем встречать, и даже в какие игры нужно играть на ваши новогодние вечеринки, чтобы ваш праздник прошел на ура! Спешим вас уверить, что мы тоже неплохо отдохнули, и в новом году готовы вас удивлять по-крупному! Но если вы удивлены, как мы успели пробить куранты, а мы уже подготовили для вас новый выпуск, то так уж и быть, я открою вам маленький секрет. Все места и события мы посетили еще до Нового года, и я уверена, что вам будет крайне интересно посмотреть на то, как страна отмечала новогодние праздники. И пока в вашем холодильнике не закончился салат Оливье, мы предлагаем вам не переключаться и посмотреть наш новый сюжет, сделанный с любовью и щепоточкой волшебства. Передаю привет всем телезрителям! С вами на связи Аделина Бондарь и Василь Хамуда. Отправляемся прямиком в страну елочных игрушек. На таком мероприятии мы еще не были. Это и неудивительно, ведь аналогов такой выставки у нас в Беларуси не существует. Выставка существует благодаря проекту «Музей выставочных игрушек» и проходит ежегодно. У нас будет возможность посмотреть на разные игрушки из разных стран и времен. Может быть, мы увидим советские игрушки, которые хранятся у наших родителей на даче. Ой, как интересно! Пойдем скорее! Пойдем! Что вам больше понравилось на выставке? Мне больше понравились китайские игрушки. Больше мне понравилась американская. Она такая разнообразная. Очень много разных ярких игрушек. Все классные, даже большие есть. Какая вам игрушка больше всего понравилась? Мне понравилась больше всего игрушка, которая была большая, которую подарили папе Римскому. Она была очень большая и это была копия той игрушки. Игрушка, которую подарили папе Римскому. Потому что она более ярче всех и она очень красивая. Музыка, который подарили папе Римскому. Когда вдоволь налюбуйтесь новогодними украшениями, можете пройти мастер-класс и создать все собственные экспонаты. А также в рамках проекта есть магазин, в котором можно купить елочные игрушки. Выставка отправляет взрослых в далекое детство, где зима была с большими сугробами и морозами. А детей погружают в атмосферу волшебного новогоднего праздника при любой погоде за окном. У самых маленьких посетителей есть возможность посмотреть интерактивный колядный городок. А сказка новогодних украшений ждет в историческом музее, который находится на улице Карла Маркса, 12. На такой праздничной ноте наш кит-контроль подошел к концу. Мы зарядились самыми новогодними эмоциями. Прощаемся с вами всего на неделю. С вами были Василь Хамуда и Аделина Бодрик. До встречи! Интересный факт. 1 января – самый короткий день в году. Не успел проснуться, а уже вечер. Хорошо, что к сегодняшнему дню вы уже успели немного выспаться и не пропустите наш новый выпуск. Ведь даже в самые ленивые дни мы не перестаем зажигать и удивлять наших зрителей. Кстати, про звезды. То есть про нас, ваших любимых ведущих. И всю команду Starway Production. У нас также, как и у любой уважающей себя компании, перед Новым годом был корпоратив. Все артисты Starway Production собрались в одном месте, чтобы подвести итоги года, загадать желания и поздравить вас с праздником. Предлагаем не тянуть и посмотреть на любимые лица. Всем привет! Привет! Прямо сейчас мы находимся на корпоративе Starway Production в семейном кафе Family Club. Здесь собрались ребята с нашей студии. Мы будем веселиться, тусить и радоваться жизни. Я жду от этого мероприятия очень много развлечений и всяких игр. Новый год к нам мчится, скоро все случится, будет Саш посниться. Старпер нас обланут, ничего не дадут. Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало в долгах. Если Дед Морозу песни дети не запоют. Желаю Starway Production много новых, прекрасных детей, ведущих. Я желаю себе интересных и ярких проектов. Я хочу как-то стать более профессиональной. В будущем уже быть на разных передачах, так как «Беларусь-один» и так далее. Я бы пожелала, чтобы я была более умной, более ответственной. Хочу, не знаю, хочу сейчас собачку в Новый год. Я желаю всем здоровья, счастья и веселья. Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало в долгах. Если Дед Мороза дети хором не позовут. Пусти в свой дом всех тех, кого ты готов обнять душой сейчас. За этот год Starway достиг многого. И за это время успела много где сняться и получить много позитивных эмоций. Starway стала для меня настоящей семьей. Когда в сентябре пришла на первое занятие, поняла, что Starway – это большая дружная команда. Вместе со Starway я добилась тех целей, о которых я даже раньше не мечтала. В новом году я хочу пожелать Starway, чтобы перед вами открылись еще большие крутые горизонты. Новый год к нам мчится, скоро все случится, будет за что снится. Старпер нас обланут, ничего не дадут. Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало в долгах. Если Дед Морозу песню дети не запоют. Меня зовут, и я прихожу. Ладно, мне звонят, и я прихожу. Меня зовут Егор, и я являюсь супер-пупер оператором компании Starway. Я очень благодарен тому, что познакомился с Ниной. И я, в общем, рад, что мы подружились. Нина красивая, хорошая женщина. И я ее очень сильно люблю. Я очень довольна, как 2019 год заканчивается для Starway Production. 2019 подходит к концу, а для Starway Production все только начинается. Новые дети, новые съемки, целых три телевизионных проекта, и это только начало. Я очень хочу, чтобы мы оставались такой большой, красивой, дружной семьей Starway. Мы поддерживали друг друга, росли и шли вперед. С Новым годом, друзья! С Новым счастьем! А что тянуть-то? Пожелаем здоровья, счастья и добра. Все будет здорово! Мы ждем! Я не знаю, что говорить. Можно я просто скажу «С Новым годом»? Я не знаю. С Новым годом! Всего вам самого лучшего! С Новым годом всех! Счастья всем желаю! Любви, любви и здоровья! С Новым годом! Отдыхать, конечно, не работать. Но если работа в радость, то можно даже не загадывать новогодние желания. Ведь каждый день идет как праздник. Хотя в первые недели января, чего там жаловаться? Не успел закончиться Новый год, как тут Рождество на носу. А там уже и Старый Новый год сточит в окошко. Только успевать, что накрывать на стол и покупать подарки. Ну а если новогодний бюджет уже поет романсы, то всегда можно сделать что? Правильно! Посмотреть нашу рубрику Викитория. И сегодня мы расскажем, как сделать уникальный рождественский вино, который подарить не стыдно и сильно заморачиваться не нужно. Все внимание на экраны! Начинаем подготовку к Рождеству прямо сейчас! Всем привет! С вами Черкаса Деника. И несмотря на то, что Новый год уже наступил, праздники продолжаются, как и наши новогодние выпуски. Недавно мы уже заезжали в арт-мастерскую краски и делали там замечательные новогодние елки. А сегодня мы будем делать новогодние веночки. Сегодня мы попробуем рассказать, как можно сделать самостоятельно новогодний венок. А если у вас не получится, то вы всегда знаете, куда нужно приходить. Моими помощниками сегодня будет фантазия и креативность, а также умелые руки и хорошие преподаватели. Интересно, каким же получится мой венок? Для изготовления новогоднего венка вам понадобятся каркасы спинопласты, мишура, веточки, цитрусы. Можно сказать, в общем, все, что угодно, смотря как у вас играет фантазия. Мастер-классы в красках. Их проходит с начала декабря. Сюда могут прийти и взрослые дети. Ведь также интересно создать что-нибудь своими руками, что потом будет стоять дома и радовать глаз. А что вы изображали в этом венке? Вот по мне, так это спасательный круг. Я надеюсь, что это спасательный круг будет в новом году. Круг счастья, круг любви, круг надежд и круг, конечно же, теплоты и такого легкого бриза в отношениях, кто будет приходить, конечно, к нам в гости домой. Сегодня в арт-студии краски я делала замечательный венок, а наша молодая гостья делала вот такую вот елочку. Тебе понравилось делать венки? Да. А из чего ты сделала свое венок? Я его сделала из мишуры, из комков ниток и из сушеных мандаринов. Сегодня я пришла в арт-студию краски одна, а ухожу с двумя вот такими замечательными венками. Я их делала абсолютно по-разному. Этот из ткани, этот из мишуры. Тут есть шишки, елочные игрушки, цитрусы, даже есть настоящие пули. Также тут есть клюквы, сушеные, нитки, даже есть еда. Вот так вот сегодня у меня разыгралась фантазия. Как вы думаете, почему дети любят Новый год больше, чем взрослые? И дел тут совершенно не в Дедушке Морозе, а в славном времени под названием каникулы. Никаких учебников, никакой домашней работы, никаких споров, какой день рабочий и какой выходной. Впрочем, хорошо быть нами. Несмотря на некоторые послабления в наш адрес, о новых знаниях мы также не забываем. Просто предпочитаем их получать в более интересной игровой форме. Именно поэтому на новогодних каникулах мои коллеги посетили новую программу «Умный Минск». Конечно же, новогоднюю. Кто и зачем украл Деда Мороза и как его спасали, Дарина и Марат расскажут вам прямо сейчас сами. Но вы, главное, смотрите внимательно за нашей научно-детективной историей. Всем привет! Сегодня с вами Конопадская Дарина и Марат Розумейчик. И мы снова заглянули в гости к проекту «Умный Минск», чтобы пройти там новогодний квест. Мы уже не первый раз ходим на мастер-классы «Умный Минск». Надо сказать, что каждый раз мы остаемся довольны. Давайте же проверим. Остаемся мы довольны и в этот раз. Программа длится 2 часа. За это время мы успеем поджечь несколько белых порошков и узнать, что существуют и единороги. А также отремонтировать сложнейшую установку, которая до этого была неизвестна всему человечеству. А главное – не съесть ни одной конфеты. Организаторы обещают, что пищи для ума будет достаточно. Ну что, проверим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Суть программы заключается в том, что странный и подозрительный таксист увозит Деда Мороза в неизвестном направлении. А у Деда Мороза все аж подарки. И чтобы спасти его, участникам квеста предстоит отправиться в лабораторию прошлого, чтобы попытаться ее восстановить с помощью химических синтезов и биологических задач. Баночки, колбы и всякие непонятные вещества нам, как будущему человечеству, безусловно, интересно знать, что нужно будет делать, если Деда Мороза опять украдут. В конце прохождения квеста каждому участнику ждет подарок. Но правда, организаторы не говорят, каким он будет. Но мы знаем, что он будет большой и очень красивый. Научный Новый год, как и остальные масштабные проекты умного Минска, проходит в самом центре города. Так что добраться сюда можно без проблем. Даже на этот раз умный Минск не подвел нас. И мы можем смело порекомендовать этот квест вам. Мы будем ждать еще больше всяких мастер-классов и квестов, чтобы их проверить вместе с вами и для вас. Ну а на этом мы, Конопатская Дарина и Марат Рузуметчик, прощаемся с вами. Мы уже знаем, как спасти Деда Мороза, поэтому вы можете смело обращаться к нам. Всем пока-пока и до новых встреч! В декабрьских выпусках мы знакомили вас с новогодними традициями разных стран. Признавайтесь, какая вам запомнилась больше всего? Лично мне самым необычным показались такие традиции, как тайно целоваться в Болгарии, выкидывать старые вещи из окна в Италии и верить в волшебные свойства винограды в Испании. А к чему я это все веду? А к тому, что у Медиастарс тоже есть традиция запускать самый яркий, самый увлекательный сюжет именно в конце программы. Хотя что уж там, у нас все сюжеты такие, поэтому выбрать порой особенно трудно. В общем, прямо сейчас очередной взрывной сюжет от нашей команды. Смотрим! Всем привет! Сегодня мы находимся в детском развлекательном центре «Карамелька». В преддверии Нового года здесь организовывается много мероприятий для детей, но взрослым тоже должно быть интересно. Как вы уже все, наверное, догадались, это рубрика «Медиамомент». Поехали! Новогодняя программа для детей здесь это всегда прямые эмоции и впечатления. Еще бы! Ведь юных посетителей ждет новогодний интерактивный спектакль, флешмоб, дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой. И мне кажется, это еще не все приятности для детворы. Снегурочкой. Снегурочкой. Новогодний праздник для детей в самом разгаре. Это настоящий рай для любителей безудержного веселья. Полтора часа новогоднего спектакля хватает далеко не всем детям. Еще бы! Ведь увидеться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также встретиться с любимыми новогодними персонажами такая возможность выпадает только раз в году. Снегурочкой. Вы настоящие бойцы. Каждый день столько детей подходит и каждому нужно подарить праздник. Признавайтесь, откуда черпаете столько энергии и позитива? Ну-ка, все дело в шляпе. Здесь весь позитив, вся энергия и весь задор. А главное, это детские улыбки, от которых больше и больше питаешься этой самой энергией. Скажите, а вам Дед Мороз уже подарил подарки? Да, буквально-буквально на днях он заглядывал и сказал, что чуточку-чуточку подожди, вот тебе маленькая карамелька. Поэтому пока маленький, но подарок уже есть. Как вам сегодняшний праздник? Понравился? Ой, очень понравился. Хорошо. Понравилось? Да. Много танцевала? Да. А встречала Деда Мороза? Да. Понравилось? Да. А что ждешь от Дедушки Мороза на Новый год? Деньги. Деньги, да? В письме написала деньги? Да. Я попросила что-нибудь на пульсе управления. Машинку? Ну, что угодно. Здорово. Мне хотелось получить подарок там, где щеночек Филипп и фиолетовая ванночка и бутылочка и полотенчика. А я хочу снег. Снег, да. Вот мне кажется, сейчас вся страна хочет снега на Новый год больше всего. Кого вы встречали из персонажей на сегодняшнем празднике? Мы встретили персонажей Дедушку Мороза, Снегурочку его. Дети ждали больше всего Дедушку Мороза. Расскажи мне, какой персонаж тебе понравился больше всего сегодня? Кошечка. Почему? Потому что она красивая и милая, черная. Ну да. Ко мне подходила угорщица и говорила, что я танцевал лучше всех. О, здорово. С Новым годом! С Новым годом! Ну что, зарядись с новогодним настроением? Ян Данк! Ну а наша программа уже подходит к концу. С вами была Даша Максименко, это рубрика Медиамомент. Всем счастливого Нового года! Пока-пока! Согласитесь, приятно лежать на диване, укрываясь пледом с овенями, греть руки о горячий какао и наблюдать за снежинками, падающими за окном. Но еще приятнее включать очередной выпуск Медиам Старс и наслаждаться новой встречей с нами. Уверена, что сегодня мы вас порадовали не хуже, чем новогодняя речь президента. На этом я буду с вами прощаться. А вы не забывайте подписываться на нас в Инстаграме и ставить лайки. А с вами была Настя Паршихина и всем пока-пока! И помните, ваши дети могут больше! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok